В Беларуси будут отмечать День государственных флага, герба и гимна. Соответствующий указ подписал президент. Новое название позволит в полной мере отдать дань уважения всем трём госсимволам страны. Дата празднования – 2 воскресенье мая. В 2023 оно выпадает на 14 число. Посевная кампания началась во всех регионах Беларуси. Она активно идёт на юге – в Брестской, Гомельской, Гродненской областях и центральной части Минской. Из-за холодной весны и подтоплений темпы замедлились на западе, востоке и севере республики. В планах – 650 тысяч гектаров ранних яровых зерновых культур. Сейчас задача выполнена на 28%. С мая пенсионерам предоставят скидку 50% на проезд в электричках. Это связано с периодом сезонных сельскохозяйственных работ. Главное, чтобы при себе было удостоверение. Купить льготный билет можно в кассах ЖД вокзалов, на официальном сайте перевозчика, с помощью мобильного приложения «БЧ Мой поезд» или через терминалы самообслуживания. В Бобруйске изменят организацию дорожного движения. Откроют путь по Пушкино через площадь Ленина. Сейчас наносят горизонтальную разметку и устанавливают знаки. Улица, названная в честь классика русской литературы, будет главной по отношению к улице Максима Горького. 17 апреля перестроятся и маршруты автобусов 6 и 6А. Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть внимательными и учитывать перемены. Уже завтра Бобруйская Белшина сыграет против Ислачи. Матч пройдет на стадионе футбольного клуба «Минск». Стартовый свисток назначен на 17.00. Сейчас шинники располагаются на 12-м месте в турнирной таблице. В активе подопечных Альберта Рыбака один набранный балл. Волки идут на третьем месте шестью очками.